Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Книга и вы смотрите новости Ленинского городского округа. Сегодня в выпуске вы увидите депутат Московской областной думы Владимир Жук с рабочим визитом посетил наш муниципалитет. Это объект государственной программы и финансируется из бюджета Московской области в большей части. На стадионе «Металлург» открылась фотовыставка в честь 55-летия одноименной футбольной команды. Важны традиции, важна история. На этой неделе отметили главный праздник всех сладкоежек мира – День шоколада. Некоторые любят белый, среди жителей нашлись любители черного шоколада. Депутат Московской областной думы Владимир Жук с рабочим визитом посетил Ленинский городской округ. Вместе с соратниками по партии «Единая Россия» он проинспектировал ход строительства нескольких социальных объектов, в том числе и школы на 1100 мест в микрорайоне «Эковидное-2.0». Сопровождала его и наша съемочная группа. Текущие сроки, текущие цели и задачи стоят следующие. До конца текущего года завершить строительство объекта. В первом квартале следующего года этот объект открыть. На несколько месяцев мы сроки государственной программы сократим. Изначально школу в микрорайоне «Эковидное» намечали сдать к сентябрю 2025 года. Но идя навстречу пожеланиям руководства округа и депутатского корпуса, застройщик выделил дополнительные мощности на строительство школы. Теперь плановый срок сдачи – начало следующего года. Объект достаточно большой, объект не типовой, а объект достаточно интересный и привлекательный. Имеет целый ряд специфических архитектурных решений, отличающих его от других объектов Московской области. Проверить ход строительства депутат Московской областной думы Владимир Жук приехал с однопартийцами. Исполнительным секретарем местного отделения партии «Единая Россия» Александром Митрякиным, председателем Совета депутатов Станиславом Браченко и победителями предварительного партийного голосования Валерием Скляром и Ксенией Демченко. Большой архитектурный план из пожаротушения монтированная, кондиционированные провели. В принципе, идем к винишу. Какой паталон? Панель акустическая, они заказаны тоже, полного объема не ожидаем. Школа на 1100 мест имеет площадь 17000 квадратных метров. Учебное заведение будет состоять из двух зданий, объединенных между собой переходами. Помимо классов здесь будут расположены мастерские, два физкультурных, читальные и актовые залы. Полностью смонтированы все пять трансформаторных подстанций. Они полностью запитаны, то есть постоянное электроснабжение для школы, для садика, для всех жилых домов. Часть мощности была предоставлена, выделена в том числе и на школу. Мы и сами мощности получаем от них. И, соответственно, кабель, как я сказал, они до обвода в здание строят в рамках инвестиционного соглашения с администрацией. Поэтому у нас проблематики именно в этой части и, в принципе, по объему ресурсу никакой нет. Рядом со школой идет строительство детского сада на 310 мест. Работа над ним ведется параллельно. Таким образом, два здания и прилегающая инфраструктура будут сданы в эксплуатацию одновременно. Спортивное ядро школы. Вдоль школы будет само футбольное поле, будет достаточно большое по габаритам. А здесь будут детские спортивные игровые комплексы. С возможностью вечернего посещения жителями всего микрорайона. Контроль за строительством социальных объектов со стороны представителей партии «Единая Россия» ведется на постоянной основе. В том числе и для того, чтобы, если у строителей возникнут какие-то непредвиденные вопросы, оперативно подключиться к их решению. Это объект государственной программы и финансируется из бюджета Московской области в большей части. Поэтому, конечно же, бюджет Московской области утверждается Московской областной думой, где решающую роль играют как раз сторонники партии и члены партии «Единая Россия». Максим Козлов, Сергей Ларин, Екатерина Давлятова. Видное ТВ. Борщевик – многолетнее травянистое растение, которое насчитывает более ста видов. Угрозу для человека главным образом представляет борщевик сосновского. Период его цветения приходится на середину лета. Подмосковные власти активно ведут борьбу с этим опасным растением. Сок цветущего борщевика очень токсичен. При попадании на кожу вызывает сильные ожоги. Его пыльца в высокой концентрации может вызывать отек дыхательных путей. Еще одно опасное свойство борщевика – это устойчивость к неблагоприятным климатическим условиям, а следовательно, вытеснение других растений. По борьбе с борщевиком запустили сервис на портале МойАПК. На сайте размещена интерактивная карта, где отображены места борьбы с борщевиком сосновского, включая даты и места проведения работ. Сообщить о произрастании опасного растения можно онлайн. Нужно сделать фото и загрузить в приложение Добродел. Местоположение будет определено автоматически. После этого на участке проведут необходимую обработку. 14 июля на стадионе «Металлург» состоится турнир в рамках фестиваля ветеранов футбола и открытие фотовыставки в честь 55-летия одноименной футбольной команды. Все подробности в сюжете нашего корреспондента Юлии Стаферовой. Футбольную команду «Металлург» основали при Московском коксогазовом заводе в 1969 году. Тогда в нее вошли любители этого вида спорта. В этом году отмечают 55 лет со дня создания команды. По случаю памятной даты на одноименном стадионе состоится турнир ветеранов, а также презентация фотовыставки, которая посвящена многолетней истории легендарной команды. Важны традиции, важна история. Должны знать, кто здесь был. У людей здесь прошла юность, людям уже по 77 лет. Поэтому надо стремиться к такому возрасту. Владимир Кузнецов стоял у истоков создания коллектива, который тогда назывался «Профсоюзная команда «Металлург». В то время он был капитаном. Всю свою жизнь Владимир Серафимович посвятил этому коллективу. Сейчас он начальник команды ветеранов. Несмотря на свой возраст, футболисты продолжают собираться вместе. Петрозаводск уже юбилейный был 32 года. Мы уже типа командой ветеранов ездили. Играли под вывеской «Союз», играли на первенство России среди ветеранов. Заняли первое и третье место. Владимир Хабузов также входил в первый состав команды. На поле он вышел на замену в возрасте 19 лет, всего на 15 минут. Для начинающего футболиста это стало большой честью – сыграть с основным составом. С тех пор Владимир Хабузов стал частью знаменитой команды «Извидного» и внес свой вклад в ее историю. Нам довелось в то время поиграть практически по всей Московской области. Мы были всегда в середине таблицы турнирной, среди сильнейших команды Московской области. Мы не берем внимания там Ступина, Ореха Зуева, но мы где-то седьмыми-восьмыми по тем временам. Это было большое достижение. Фотовыставка, посвященная футбольной команде «Металлург», отражает эпоху нескольких поколений. Дружеский турнир, посвященный юбилею, состоится 14 июля на одноименном стадионе. Юлия Стаферова, Кирилл Махров, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. На этой неделе отмечался главный праздник всех сладкоежек мира – День шоколада. Необычная традиция отмечать День десерта зародилась во Франции в конце 20 века. Другие страны подхватили празднование этого события, в том числе и наше. Полезен ли шоколад для здоровья и любят ли его жители Ленинского округа, узнала Инга Янчук. Распространено убеждение, что шоколад улучшает настроение. И это действительно так. Организм реагирует на десерт усиленной выработкой гормонов, которые снимают психологическое напряжение и боль. Мы узнали у специалиста, в чем польза и вред шоколадной терапии. Шоколад стимулирует выработку в организме эндорфинов, то есть это гормоны радости. Но здесь важно помнить, что для долгосрочного счастья нужно заботиться о своем здоровье и искать другие способы справиться со стрессом, прогуляться, пообщаться с другом. Магазины со сладким ассортиментом ежедневно привлекают десятки покупателей. Шоколад и конфеты не оставляют равнодушным никого. Но кто же чаще всего их покупает? В основном дети, но и взрослые тоже покупают. Допустим, если они приходят с детьми, они обязательно купят шоколад. Специалисты утверждают, что шоколад не просто вкусный, но и полезный продукт. О лечебных свойствах сладкого десерта нам рассказала Ширин Араева, врач-терапевт Видновской клинической больницы. Улучшает моторику желудочно-кишечного тракта, тонизирует нервную систему и улучшает мозговое кровообращение. При чрезмерном потреблении шоколада появляется лишний вес. Риск заболеваний сердечно-сосудистой системы, риск онкологических заболеваний. Среднестатистический россиянин съедает почти 6 килограммов шоколада в год. Полки магазинов удивляют изобилием этого десерта. Черный, горький, белый, пористый, с добавками и без. Кажется, это лакомство любят все. Узнаем, сколько сладкоежек в Ленинском округе. Любите ли вы шоколад? Любим. Какое любите? Лучше темное. При каких обстоятельствах обычно едите? Когда стресс, заедаю. Да просто по настроению. Иногда вечером с чаем. Помнишь ли день, когда первый раз попробовал шоколад? Да. Как это было? Это было неожиданно и очень вкусно. Мне тогда было 4 года. Родители разрешают есть сладкое? Да, очень часто. А часто ли ты его ешь? Да, при любой возможности. Некоторые любят белый. Среди жителей нашлись любители черного шоколада. Но многие неизменно любят молочный. Порадуйте и вы себя сладким десертом в честь праздника. Инга Янчук, Александр Логинов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ. Саш, будешь шоколадку? В рубрике «Афиша» мы расскажем вам о том, как можно провести выходные дни. Библиотека поселка Новодрожжино приглашает в субботу 13 июля в 14.00 посетить проект «Литературная скамейка». Там будут обсуждать мир русской природы, читать стихи и рисовать. В это же время в центре досуга в деревне Картино пройдет турнир по настольным играм «Страна головоломок». Приходите сразиться за игральным столом. Снова возвращаемся в библиотеку поселка Новодрожжино. В 16.00 в субботу здесь состоится кинопоказ фильма «Глубокое течение» с последующим обсуждением. Еще одним местом, где можно будет сыграть в настольные игры, станет центр досуга деревни Мамонова. На турнир под названием «Остров сокровищ» ждут к 16.00 13 июля. Проведите свои выходные и интересно, и с пользой. На сегодня это все новости. Всего доброго и до свидания.